Все, тогда начинаем. Ну, на самом деле, ничего нас остановить не может абсолютно, потому что, по сути, проект развивается каждый день, каждую неделю, и я могу сказать и про Skyworld Community, нашу инвестиционную платформу, она также развивается каждый день. И сейчас я непосредственно занят максимальное количество времени выстраиванием, подготовкой системы обучения и продаж, потому что вы заметили, наверное, что компания перешла на следующий этап по бизнес-плану, который всего из 15 этапов состоит. Сейчас произошел переход на 14,2. То есть это не значит, что долгое время нужно будет ожидать 14,3, но конкретных дат в этом плане я также не скажу. Но видите, что, в принципе, на 14,2 произошел значительно более быстрый переход, потому что все-таки в существующей реальности мы уже начали оптимизированно максимально работать в условиях пандемии. И несмотря на то, что в Индии достаточно такие сейчас трагические события разворачиваются, и у меня есть знакомые в Индии, они действительно говорят, что там тяжелая ситуация с коронавирусом. Но, тем не менее, мы как SkyWorld Community абсолютно научились работать с трафиком, независимо от того, находится человек у себя дома, в офисе, либо, что касается отсутствия встречи в реальности. То есть мы этого сейчас абсолютно не боимся. И вообще задача выстраивания той платформы, той системы сейчас состоит в том, что каждый партнер, который будет входить в SkyWorld Community, должен понимать, насколько быстро, сколько времени ему вообще понадобится для того, чтобы совершить инвестицию. То есть это по опыту обработки больших данных, бизнес-аналитики уже произошедших событий и инвестиций. Мы очень много сейчас анализируем и просили наших лидеров в том числе рассказать какие-то фишки и нюансы, как они продают продукт SkyWorld Community, как они привлекают инвестиции в замечательную компанию UnitSkyStream Technologies. И создаем такой вот именно агрегатор и синергию всех знаний, которые у нас пока что среди русскоговорящих имеют место. Далее это уже будет английский, французский, немецкий язык. И причем наполнение материалов мы будем делать обязательно параллельно. То есть как это будет обстоять? Вы будете заходить на специальную платформу, подготовленную под наши задачи. То есть в виде минимального рабочего прототипа это будет сторонняя платформа. Потом мы посмотрим, подумаем, стоит ли делать это вообще внутри личного кабинета, так как это определенная тоже разработка и проект. Я вот так вот фоном пускаю слайды, потому что для тех, кто только присоединяется к проекту, те, кто уже в проекте, естественно, это может быть неинтересно, но те, кто присоединяется к проекту, посмотрите, насколько уже большая история произошла в прошлом году, в этом году и наступит уже в следующем году. И, конечно же, начиная с октября уже 2021 года тоже интересные события, думаю, будут происходить, потому что, по идее, должна начаться выставка «Экспо-2020». Название ее не переименовывали, она также называется «Экспо-2020», несмотря на то, что год 2021. И очень интересные стенды также готовятся на эту выставку. Можно гадать, можно анализировать, для чего эти стенды. Ну, как вы понимаете, что все, что делается на территории Unisky Stream Technologies, делается сейчас не просто так. Это делается по конкретным заказам, это делается по конкретным запросам, потому что, естественно, компания уже более 11 подвижных составов вообще произвела, и сейчас уже много что опробировано, много что сертифицировано, поэтому, конечно же, компания готовится уже фокусировано на конкретные рынки, конкретные регионы в конкретном применении. И я могу сказать, что мы, как SkyVault Community, также готовимся. Сейчас полным ходом идет процесс подготовки брокерской компании, то есть дедлайн конкретный. Я вам сейчас нарочно говорить не буду, чтобы не привязывались к датам, но сейчас уже идет проработка маркетинговых инструментов, выборы директора по развитию этого направления, тот, кто будет отвечать внутри SkyVault Community за это направление. И я могу сказать, что также сейчас, готовя систему продаж и обучения, возможно, у нас будут произведены очень интересные переговоры с бывшими руководителями отделов продаж именитых отечественных российских брокерских компаний, потому что такого рода специалисты, они, конечно, на дороге не валяются, так скажем, в переносном смысле, и абсолютно на расхват. Но наш продукт интересен, поэтому я не исключаю, что будут проведены переговоры и при нахождении точек соприкосновения, я не исключаю, что профессионалы высочайшего уровня будут выстраивать уже направление брокерской компании. Потому что направление брокерской компании от логики развития дорожной карты SkyVault Community, это, конечно же, несколько уже другое направление, это предназначено для институциональных инвесторов, понятия институциональных инвесторов в каждой стране разные, то есть в России это от 6 миллионов, в других странах это другие суммы, и мы будем заходить уже с другой плоскости на рынки, которые, возможно, сейчас не слышат, потому что им непонятно, непривычно схема прихода инвестиций, которая сейчас осуществляется посредством SkyVault Community. Ну и, естественно, мы также будем обучать, как вот эти вот системы отдела продаж выстраивать в своих странах, то есть как становиться не просто региональным куратором, а как становиться руководителем отдела продаж, координатором этих отделов продаж, для того, чтобы обучать целые традиционные отделы продаж, которые будут работать в логике брокерской компании. И если возвращаться, к примеру, к тому, что я говорил по системе дистанционного обучения, по системе обучения и продаж 2.0, так скажем, SkyVault Community, то мы постараемся, вначале это будет первая версия, знаете, как такой релиз, как приложение, например, мобильных платформ выпускается, но это будет второй релиз, но мы хотим это все равно, как будет готово, как можно быстрее запустить, для того, чтобы у нас появились первоначальные инструменты, движение быстро вверх с пониманием скорости, с пониманием заданий, которые нужно выполнить, для того, чтобы человек, которого вы оповещаете о существовании Unisky Stream Technologies и возможности инвестиций в нее, быстро входил в курс дела, на него не сваливалась тонна материала, и он понимал при своем желании, каким образом быстро можно достичь статуса консультанта и выше, и выше при своем желании. Я думаю, что когда конвейер этот запустится, то SkyVault Community будет привлекать еще больше инвестиций и станет, по всей видимости, крепить такие позиции самого крупного коллективного инвестора, венчурной, ориентированной на зеленые технологии, платформы, будущие социально-финансовые платформы, в логике сейчас финансирования Unisky Stream Technologies, а далее уже время покажет, потому что в первую очередь нам необходимо закрыть сейчас 15 этапов, которые по бизнес-плану Unisky Stream Technologies выстроила. И вы видите, уже мы перешли к фотографиям, с Research and Development Center Unisky Stream Technologies, научно-исследовательского центра развития Unisky Stream Technologies в Шарже, которое поддерживает правитель Шаржи, которое поддерживается на арабском, вообще правительственном уровне, и, несмотря на пандемию, здесь все продолжается, видите уже, как цветет действительно эко-дом, и это на самом деле уникальное событие для арабских стран в целом, построить такой дом, то есть такого масштаба и таких размеров, это, пожалуй, первый дом вообще в Арабских Эмиратах. И по совместительству это является гостевым домом, центром приемов и штаб-квартирой, Research and Development Center Unisky Stream Technologies в Шарже. Так это все выглядит внутри. И постепенно мы подходим к тому, что было озвучено ранее уже, что ожидает многих, это строительство тяжелое. То есть легкая трасса была построена, продемонстрирована, сейчас уже строятся элементы именно тяжелой трассы, для того, чтобы с пролетами уже более 200 метров продемонстрировать серьезные возможности и грузопотока, и грузоподъемности перевозки как контейнеров, так и вообще перемещения тяжелых машин уже в логике применения конкретных адресных проектов. И вы видите, как красуется логотип, который, я больше чем уверен, увидит постепенно весь мир, и это станет привычно, возможно, станет таким же абсолютно обычным явлением, как видеть логотип яблока компании Apple, как видеть в поисковиках Google. И об этом неоднократно на ранних стадиях многие из нас с вами говорили. Сейчас мы постепенно переходим к такой логике, и я не устаю вспоминать те слова, которые говорят топ-менеджеры, Unitsky Stream Technologies, в логике развития вообще дорожной карты на 5-10 лет вперед, какую компанию видят через 5-7 лет, это будущая компания Единорог. Очень мощные специалисты работают сейчас по адресным проектам, там идет уже разноплановая абсолютно работа по континентам, по странам, по менталитету. И сейчас абсолютно зеленый свет на самом деле, потому что пандемия показала, что существующий транспорт неэффективен, и я могу сравнить даже, вот если сравнивать возможность перемещения с Москвы до Санкт-Петербурга. Например, возьмем такой вариант, можно переместиться на машине, но это почти 800 километров, это большое количество времени, это усталость, это возможность дороже-транспортных происшествий, можно переместиться на самолете, и можно переместиться на сапсайне. Давайте стоимость перемещения, то есть на сапсайне на одного человека от 2000 минимально, даже 2,5 доходит, и скорость перемещения, если я не ошибаюсь, в районе 3,5 часов, может быть, кто-то поправит, я примерно говорю. Если говорить про стоимость перемещения на самолете, лоу-постерами можно долететь за 2000, даже по акциям чуть меньше. Но быстрее ли будет на самолете, на самом деле? Потому что на самолете нужно доехать до аэропорта, нужно дождаться регистрации, нужно простоять в пробках, либо воспользоваться аэроэкспрессом, чтобы доехать до аэропорта московского, и далее уже полет, снова прилет в аэропорт, снова заказываем такси, либо что-то, и едем в точку назначения в Санкт-Петербурге. Время будет затрачено примерно одно и то же. Если говорить про условия современной действительности, то с возможным приходом, то есть сейчас вот происходят споры, что сможет, кто-то говорит, что уже проникла третья мутация коронавируса на территорию Российской Федерации. В некоторых регионах по какой-то причине вводят обязательно вакцинацию, то есть определенный процесс идет, и этого тоже, скорее всего, к сожалению, не избежать, что как-то облегчения в этом плане не будет. И риск для здоровья при перемещении в самолете и в Сапсане, он значительно выше, чем риск для здоровья уже вот вновь созданной инфраструктуре с нуля, где вообще, в принципе, может быть достаточно многоступенчатая система проверки как безопасности и охраны, так и система проверки функционирования жизнедеятельности каждого человека, то есть начиная и от температуры и заканчивая всякими постами, которые сейчас многочисленны при перемещении границ, мы видим при сдаче ПЦР и так далее. Ну, это реальность. Но в современной транспортной индустрии это все разрознено, потому что это уже не встроить, то есть где-то, я, к примеру, говорю, вот свой опыт, анализ ПЦР в каком-то захолустье терминала, например, если говорить про Москву, и это не особо удобно, то есть это крадет время в первую очередь, и многие сейчас перестали перемещаться вообще по земному шару, то есть возникла еще и психологическая угроза. Люди боятся пользоваться современным транспортом, потому что они не уверены, что что-то может пойти не так. Если им показать, как потребителям, как покупателям данной услуги, что существует новый транспорт, который абсолютно, помимо того, что экологичный, дешевый, экономичный, безопасный, безопасный с точки зрения здоровья. И поставьте в чатах, я, к сожалению, чат сейчас не увижу, сколько людей проголосует за и моментально будут покупать билет на этот транспорт. И сейчас, что немаловажно для меня, потому что я пока что точное свое место пребывания в мире не определил, то есть картинка не сложилась, в какой стране конкретно я буду. Но в мечтах, знаете, я витаю и хочется жить вот в таком типе города. Здесь представлен кластер линейного города и многие проекты, как и бизионерские в прошлом, так и достаточно реальные и достаточно серьезно осваивающие и поддерживающие современную экономику, потому что это многомиллиардные проекты, например, в Саудовской Аравии, используют концепцию линейного города. Но линейный город абсолютно невозможен без новой транспортной инфраструктуры, построенной с нуля и не встроенной в этот город, пришитой как пятая рука, пятая нога, но именно которая гармонизирует с инфраструктурой этого города. И вот в этом городе хотелось бы действительно жить и прототип, стенд, кластеры линейного города будет показан, по моему мнению, на Экспо 2020. И я не исключаю, что это делается конкретно для пробивания почвы и занятия рынка именно по подготовке запуска инфраструктуры полной и строительства линейного города под ключ, так скажем, для определенных заказчиков. Если так будет вдруг, то я могу сказать, что мы с вами точно сделали очень правильный выбор. И знаете, что самое главное? Вот давайте немножко пофилософствуем. Вот линейный город. К примеру, компания выходит на рынок с контейнерными перевозками. Это уже круто. Это уже рекордная стоимость перевозки. Это уже абсолютно другие затраты энергоресурсов. Это абсолютно другая безопасность и так далее. Преимущества все мы с вами прекрасно знаем. И компания на прибыль начинается потенциальный рост капитализации. Соответственно, рост потенциальной стоимости одной доли актива. Что обычно компании делают в этом случае? И это мы видим на примере таких компаний и их владельцев очень серьезных манипуляторов рынка как традиционного, так и криптовалютного, как выясняется. Чуть попозже об этом также расскажу. Например, Илона Маска и, например, Ричард Брэнсон тоже сейчас манипулирует определенными вещами. Но более технологично манипулирует. А здесь никакая не манипуляция. Это просто логичная дорожная карта развития группы компаний, корпораций. То есть в группе компаний будет создано, на мой взгляд, определенное направление. Компания чисто подлинные города. Это мое личное мнение. Может быть, не будет совпадать с реальностью. Но я, так скажем, предполагаю и доношу до вас перспективы. И вырастет ли капитализация компании и повысится ли интерес к активу с запуском нового направления. А мы еще знаем, что, в принципе, еще генеральный конструктор не раз говорил о других направлениях, таких как сельское хозяйство. Это также логика линейного города. Так же, как цифровизация, блокчейн. И сейчас, пожалуй, также обстоит до сих пор вопрос, в чем мощное применение блокчейн-технологий, кроме финансового кластера. То есть, от этого образовались децентрализованные финансовые системы, DeFi, так называемые, и много-много ответвлений от них. Но в реальной экономике, в реальной инфраструктуре что-то произошло или нет? Почему автомобильные концерны, которые планировали использовать такие токены, как Yota, такие токены, как Ocean, почему-то до сих пор применения инфраструктуры этого не было. То есть, это использовано было также для разгона стоимости этих токенов, либо, может быть, в этих отраслях просто невозможно сейчас токенизировать, потому что отрасль нужно всегда строить с нуля. И у Unitsky Stream Technologies действительно уникальный шанс, так как она находится сейчас на зарождении многих направлений, сразу встраивать те направления, которые как будут повышать капитализацию, так будут повышать ценность и будут повышать применяемость существующих технологий, которые не востребованы в других направлениях, потому что эти существующие технологии, например, блокчейн, многие стартапы, которые с токенизацией мобильной промышленности связаны, энергетики, но они сейчас не востребованы. И это одни из тех проектов, которые после 2017 года обвалились, сейчас они еще больше обвалились, естественно, чуть-чуть отросли, но на днях, кто не в курсе, была крупнейшая и больнейшая коррекция, связанная также с рыночными манипуляциями. То есть сильна та компания, которая постепенно двигается по четкой намеченной дорожной карте. И как раз компания Unisky Stream Technologies, группа компании Unisky Stream Technologies, это такая компания. То есть вначале будут запущены контейнерные перевозки, постепенно мы видим, готовятся минимальные прототипы, рабочие прототипы, я больше уверен, что будут движущиеся модели здесь перемещаться, то есть будет имитироваться жизнь этого кластера линейного города и все идет друг за другом. То есть потенциальный инвестор, который будет входить уже после закрытия 15 этапа, он будет видеть, что компания мыслит наперед, что компания не просто взвинчивает рынок искусственными манипуляциями, в том числе технологическими, но ступенчато и уверенно двигается вверх, вверх и вверх по дорожной карте. Сначала контейнерные перевозки, потом тяжелые пассажирские перевозки, ну это параллельно будет даже показываться, потом уже соответственно параллельная разработка высокоскоростного направления, уже демонстрация и также параллельно уже виден горизонт, а куда компания будет двигаться и насколько там мощный рынок, который сейчас не занят. Линейные города и создание под ключ инфраструктуры как транспортной, так и для жизнедеятельности, так и для хозяйства. Никакая компания сейчас в мире этого не делает. А если это будет объединено еще и с блокчейн технологиями, я искренне на это надеюсь, то это будет просто рыночный взрыв рыночного интереса и потенциальных инвесторов уже после закрытия 15 этапа. То есть мы с вами, которые сейчас находятся на стадии до выхода на коммерческий рынок, но как говорил неоднократно генеральный конструктор, что стадия коммерциализации уже началась, что в этом году мы увидим подписание и предварительные оплаты как минимум трех адресных проектов, мы уже должны понимать, а насколько перспектива потенциальная роста нашего актива в зависимости от тех направлений, которые потом будут внедряться и реализовываться. Поставьте ваше мнение, плюсы, комментарии в чате, как вам эта аргументация. То есть опять же я беру из своей головы, мы видим, что юникон усеченный, да, но это было сделано для того, чтобы он абсолютно встраивался в текущую анкерную опору, совмещенную со станцией, и демонстрация была произведена перемещение как городского пассажирского, так и грузового транспорта на одной трассе, без какой-то аварийной обстановки. Многое сейчас происходит в мире, и вулканы случаются, недавно случился вулкан, в крайний раз 10 лет назад было, и в миллионном городе уже есть многочисленные жертвы, и более 100 тысяч домов, вообще весь город остался без электричества, без крова. Нужно помнить, что в путевую структуру в принципе могут быть встроены силовые электрические кабели, то есть если бы это была логика города с новой инфраструктурой, то и лаву в принципе опоры бы выдержали, потому что естественно температура плавления обычного асфальта она значительно ниже, чем бетонных, железобетонных конструкций и даже вот такие вот нюансы и задачи смогла бы решать струнная технология Юницкого. И я перейду уже к следующей части, это так скажем информационный хедлайнер, вот эта тематика, что сказал мое мнение по поводу этого Илон Маск о добыче биткоина, об майнинге, несмотря на то, что в принципе он совершенно недавно относительно его компания приобрела более миллиарда, если не ошибаюсь, один с лишним миллиардом, на один с лишним миллиардом долларов приобрела биткоина. И потом произошла рыночная манипуляция, то есть курс вырос, начали вообще даже майнить на старых компьютерах, на видеокартах, и далее курс обвалился, тоже это было сделано искусственными манипуляциями, но никто не может сказать, точно это из-за Маска произошло или нет, но он сказал такую фразу, что несмотря на то, что Тесла вроде как объявила, что она будет покупать автомобили за биткоин, потом вдруг приостановка. Да, это маркетинговый ход, да, это просчитанная ситуация, но сказанное ранее, так скажем, не вернуть. И многие задали вопрос лично Илону Маску в его твиттере и сравнили добывание новых блоков, к примеру, с потреблением электричества вообще банковской системы, визы, и выясняется, что виза, в принципе, не меньше потребляет. И было все основано на предположении, что в принципе биткоин, он потребляет энергию, беря ее из тепловых электростанций, которые с помощью сжигания угля создают электрическую энергию. То есть здесь альтернативные источники энергии какие-то не рассматриваются, и вот был создан такой хайп. Но ранее человек был другого мнения, потом он выступил за экологию для того, чтобы сманипулировать, и неоднократно он это делал, в принципе, и скорректировалась стоимость самой Теслы, и скорректировалась цена биткоина. Серьезнейший удар был по многим трейдерам, потому что более 700 тысяч трейдеров потеряли свои депозиты, они были ликвидированы, никто не мог предположить, а потом подключились и другие источники раздутой информации, что типа Китай запрещает майнинг, и пошло-поехало. А Анатолий Эдуардович Юницкий, вот в чем отличие именно руководителя управленца компании, создателя компании именно пятого уровня, то, что он уверен и волевой, и скромный одновременно, и двигается по намеченному плану. То есть, если в августе 2019-го он, как говорил об индустриализации космоса и сказал открыто, что недавно был обнаружен еще один виновник глобального потепления биткоин. Я не буду свое мнение говорить, я просто приведу цитаты и свое мнение по поводу того, что меняется ли точка зрения у Анатолия Эдуардович с течением времени или нет. То есть, он мыслит как инженер и мыслит абсолютно правильно. Доказательную базу я чуть-чуть позже приведу. Если темпы роста этой платежной системы сохранятся и суть данной неоптимальной информационной технологии не изменится, то майнинг в ближайшей перспективе будет потреблять до 100% общемирового производства электроэнергии. И в принципе сейчас чуть более 18 миллионов биткоинов уже добыто. и осталось уже больше 88% биткоинов создано. И осталось не так много, но сложность добычи является самой максимальной и затраты электроэнергии также будут самыми максимальными. И далее Анатолий Эдуардович сказал уже в 2020 году, не он конкретно сказал, но по его докладу Михаил Кириченко в видео Spaceway как единственный путь развития в июле 2020 повторил, что затраты электричества на поддержание то есть через год, ровно через год мнение не поменялось. Затраты электричества на поддержание неоптимальной платежной системы биткоин уже составляет около 1% от всей мировой энергетики. Одна транзакция требует столько энергии, сколько тратит средняя семья в Нидерландах. Давайте посмотрим насколько это соответствует реальной действительности и что говорят мировые эксперты. Считается, что на долю коина приходится до 70 потребления электричества, но на самом деле процент может быть ниже, но неизвестные криптовалюты потребляют намного больше. То есть такие как другие криптовалюты, которые используют алгоритм Proof of Fork. И это никем не учитывается при оценке вреда экологии нашей планеты. Да, сейчас другие криптовалюты на алгоритме Proof of Stake доказательства доли майнятся цифровым решением, но все же если предположить, что происходит определенная работа, происходят определенные затраты электричества нодами, то также они потребляют электричество. И я как криптоэнтузиаст могу сказать, что в принципе Proof of Stake это тоже не абсолютно зеленый метод, он потребляет меньше электричества, но откуда происходит тогда создание новых блоков с помощью цифрового вида без проблем. И Юмитский об этом говорит, таким образом не только материальные связанные с переработкой вещества, то есть это индустриализация, это технократия, например, от себя добавлю, но информационные технологии наносят все более ощутимый вред окружающей среде. Хотя сама информация и нематериальна, однако она хранится и обрабатывается на материальных носителях, что собственно и создает экологические проблемы. И тут я могу привести пример китайской криптовалюты, которая майнится типа как на жестких дисках. Ну жесткие диски как-то же тоже нужно создать, сейчас происходит дефицит этих жестких дисков. Хорошо от этого вообще как бы IT индустрии в целом и экологии в целом. То есть если не посмотреть меньше или больше добывается и берется электричество по сравнению с биткоином, а берется ли? Или это неоткуда появляется эфемерно? Ну конечно же нет. Это появляется по конкретным причинам и по конкретным технологиям. И Юницкий неоднократно говорил, что кардинальный выход из сложившейся ситуации только один. Необходимо предоставить технологическую нишу вне биосферы это обеспечит сохранение и развитие биосферы по тем законам направлениям, которые были сформированы в течение миллиардов лет эволюции. А также гармоничное взаимодействие в обществе людей как биологических объектов с биосферой. Более того, я скажу, что несмотря на то, что в принципе осталось ну по сравнению с тем, что допыта уже осталось меньшее количество биткоинов, но есть расчеты там к 2075 году какая будет награда после очередного халвинга. Кто не в курсе, это тоже определенный процесс внутри криптовалютной индустрии в логике биткоина, который влияет на стоимость вознаграждения майнеры. И в 2075 может быть и несколько заводов уже таких вот индустриальных моментов не хватит для того, чтобы добывать эффективно биткоин. Но теоретически, если все сложится хорошо, в 2075 году может быть уже освоен ближний космос. И об этом также в логике именно группы компаний Skyway, в логике далекой дорожной карты неоднократно говорил Анатолий Эдуардович Юницкий. Кто знает, ну, так скажем, не будем прямо утверждать, но возможно после появления определенных технологий в космосе можно будет майнить, использовать энергию Солнца, и тогда, естественно, тот, кто будет майнить без затрат электроэнергии на Земле и не орудия ресурсами биосферы будет обладать дополнительной капитализацией, потому что все ринутся туда. И в космос приходят сейчас многие, но приходят для того, чтобы манипулировать рынком и для создавать дополнительные рыночные прецеденты, для того, чтобы трейдеры и крупные инвесторы покупали на слухах и еще до созданной технологии и зарабатывали на этом как основатели компании, так и сами торговцы. один из таких людей Ричард Брэнсон. Я не осуждаю ни Илона Маска, ни Ричарда Брэнсона, я говорю факты и я говорю стратегии развития роста капитализации на сегодняшний день этих компаний. То есть да, был создан некий аппарат, который может брать на борт летательный аппарат с реактивным двигателем и посмотрите как основатель и визионер в каком-то плане радуется следующим вещам, когда плазма вырывается из жерла летательного аппарата и хорошо это или плохо для экологии давайте рассмотрим об этом неоднократно говорил Анатолий Эдуардович. Об экологическом вреде ракет все знают. Я не буду вот это все читать, но здесь сказано о том, что в принципе ракеты это максимально вредный транспорт, который на сегодня возможен. И многие предполагали, что можно там за час, за два с одного конца земли до другого долететь с помощью ракет. Я уж не говорю про таких людей, как я, у которых связано с регулярным аппаратом, насколько такие люди смогут быть потребителями либо не потребителями этой услуги. Скорее всего, нет чем об вреде экологии, об вреде биосфере и экономическом ущербе. И Юницкий даже подсчитал, сколько в принципе за один пуск ракеты будет стоимость электроэнергии расходов на восстановление одной тонны озона, потому что конечно же каждый ракетоноситель за один старт умножает миллионы тонн озона. Его нужно восполнять либо озон условия мы лишимся и никому от этого хорошо не будет. И примерно это огромное вообще количество это в логике более 10 миллионов тонн при пуске тяжелой ракеты. Это и Falcon, это и более легкие ракеты у Ричарда Брэнсона. Затраты электрической энергии необходимо затратить на 10 миллиардов долларов. А капитализация этих компаний растет несмотря на то, что происходит урон экологии. И это современная реальность. Это невозможно перепрыгнуть на мой взгляд, потому что когда-то люди ходили не раз вспоминали с такими коробками в виде телефонов и никто не ожидал, что это будут компактные абсолютного устройства. Также современный космический транспорт, он только развивается и конечно же это первопроходцы, им можно отдать должное, но логика развития группы компаний Skystream Technologies уже в принципе заглядывает далеко в будущее. И в сентябре, как и предполагает традиционная пройдет следующая уже конференция по неракетному освоению космоса, которую организует Анатолий Эдуард Чуницкий уже после самой первой еще в СССР конференции по неракетному освоению космоса. И компания уже также создана, которая занимается этой проблематикой, которая выстраивает определенное моделирование, и это происходит на финансирование естественно не нас с вами, а на другие ресурсы, потому что сейчас самое главное закончить 15 этапов. Как только будут закончены 15 этапов, то максимально быстро будет движение уже по следующим намеченным целям. И я неоднократно говорил о потенциале рынка компании Unisky Stream Technologies, еще об этом повторю. Поэтому переход на новый подэтап 14.2 произошел значительно быстрее, чем многие ожидали, а на 14.3 мы посмотрим, насколько более быстро или медленно произойдет по сравнению с предыдущими подэтапами и этапами. И вообще сколько времени у нас осталось до закрытия уже и смены 15 этапа и окончательного закрытия возможности входа в корневую технологию группы компаний Unisky Stream Technologies. Благодарю вас, друзья, за внимание. Вот такой получился вебинар с обзором самого интересного, на мой взгляд, что касается, может быть, как-то абстрактно развития группы компании Unisky Stream Technologies SkyWorld и SkyWorld которая финансирует, но, на мой взгляд, Анатолий Эдуардович Unisky гнул свою линию за экологию, за то, что если Bitcoin, да, это источник глобального, источник изменения климата, он говорил и продолжает говорить об этом. Если будет создан какой-то новый токен в логике самой компании, может быть, будет говорить другие вещи, но он от слов не отказывается, потому что ему не нужно манипулировать рынком, у него задачи, как у инженера, другие, успеть за свою жизнь реализовать и создать максимум технологий, которые смогут улучшить качество жизни каждого живущего на планете Земля. Ну, а мы, как SkyWorld комьюнити, свою очередь создаем будущее это вместе с Анатолием Эдуардовичем и всей командой Unisky Stream Technologies и финансируем его. Мы создаем с точки зрения создания инструментов новых юридических, новых инвестиционных, новых организационных и образовательных, они с точки зрения инженерии, исследования, строительства, инноваций, далее уже, соответственно, это будут специалисты по маркетингу, позиционированию, по общению по рынкам, по капитализации, инвестиции, но мы, как SkyWorld комьюнити, финансируем это будущее. Поэтому, те, кто только присоединяется к нашему проекту, задумайтесь на минутку, какой потенциал можно упустить и стоит ли рискнуть, попробовать вначале на небольшие суммы, я рекомендую всем, а далее уже, когда вы разберетесь в проекте, возможно, этап уже сменится, ну, в зависимости от того, сколько вы будете разбираться, конечно, в проекте, но пока что такая возможность есть. Но уже в реальности, пока что в личном кабинете обратного отчета нет, но обратный отчет пошел, так же, как не бесконечно добывать нам всем биткоин, так же 15 этапов продляться не бесконечно. Но в логике манипуляции рынком это будет совершенно иной путь развития, потому что создание новых и новых технологий во вселенной технологии Unisky Stream Technologies будет провоцировать стоимость капитализации, стоимость активов и капитализацию, будущую капитализацию потенциальной компании единорога. Благодарю вас за внимание, с вами Алексей Суходоев. Поставьте от 1 до 10, как вам вебинар. Сегодня я не останавливался на каких-то экономических аспектах, о том, что происходит в мире, но остановился на двух таких факторах и сказал точку зрения, которая не изменилась ни по ракетам, ни по майнингу у генерального конструктора, у создателя основателя главного технологии Unisky Stream Technologies. Коллеги, теперь вопросы. Сколько подэтапов будет в 14-м этапе? Сергей спрашивает. Не могу сказать, но я думаю, что не будет выбиваться из общей логики. Напоминаю, кстати, что коллеги мои, Франтишик Solar и Владимир Маслов сейчас находятся во Вьетнаме. Благополучно они пережили карантин. Более двух недель им пришлось находиться во Вьетнаме в заперти, так скажем, в отеле. И сейчас они проводят переговоры за переговорами. Я думаю, что Владимир Маслов в своем вебинаре многое осветит. Это, кстати, одна из вех движения уже финансирования конкретных проектов, которые готовятся с точки зрения коммуникации топ-менеджмента Skyworld Community. И на мой взгляд проекты мы также будем финансировать в логике сотрудничества с Unisky Stream Technologies. Поэтому те структуры, те команды, которые мы сейчас с вами выстраиваем, они после 15 этапа понадобятся. Коллеги, еще вопросы? Так, я прочитаю комментарии, потому что я их вообще не видел, так как была демонстрация экрана. Быстро пробегусь, а вы пока что задайте один-два вопроса, если они у вас остались. так, коллеги, вопросы? еще хотел бы остановиться на том, что в принципе многие задают вопросы, что по бизнес-плану были определенные, продекларированы определенные одни сроки, сейчас другие сроки. Естественно, никто абсолютно не скрывает, что сроки в логике и того, что первого экотехнопарка она откладывалась, не стоит забывать про Литву и не стоит забывать, что в принципе на территории республики Беларусь все происходило потом и планировалось строиться высокоскоростная трасса и далее, конечно же, вот сейчас в Арабских Эмиратах все укрепилось, максимально развивается, поэтому здесь все фокусируется и смещение, конечно же, оно произошло, но оно не радикальное для стартапа такого уровня. И могу сказать, что в том числе поэтому сейчас многие понимают, что возможность она проявляется все больше и больше, потому что компания смогла пережить пандемию и 21 июня в 23.59 произойдет смена на подэтап 14.2 Кстати, может быть я за своей речью оговорился, естественно, сейчас идет 14.1 этап, 14.2 будет 21 июня. Коллеги, ну все, тогда если вопросов нет, за внимание останавливаем записи, до скорых встреч на следующих вебинарах, где я освещу все самое интересное и актуальное в SkyWorld комьюнити и окружающих сферах, которые нас касаются. Счастливо!